Ты, если станешь президентом, не будешь терять секретные документы? Путин, Медведев были. С Путиным лично ты знаком? Ну, так видел. Я был в Межугорье, друзья, когда там еще был Янукович. Когда он был там, когда хозяин был дома. Да, мы с ним встречались. В халатах? Часто ли приходится извиняться перед людьми за свои шутки? Вот бывали такие моменты? Да. Что за конфликт был с Рамзаном Кадыровым, после которого пришлось извиниться перед ним? Что это было? Это там такая ситуация, мусульманский мир. Потому что религия – болезненная тема. Тонкая, да. Очень тонкая грань. Это некрасиво просто обижать другие интересы религиозные. Это просто нехорошо. Украина, если честно, между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. Готова принять в любом количестве, с любой стороны. Итак, что такое Украина и почему в нее сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Ну, по поводу «говорить с чертом лысым». Да. Ты представляешь себе переговоры в формате «Путин-Зеленский»? С русскими. Я не думаю, что он только один. Ну, с чертом лысым ты представляешь переговоры? Спасибо. Дают транш. Надо брать. А отдавать как? Все в копилку. Отдавать то потом. Мы берем кредит, а именно я, мы берем сроком на 4 года. Поэтому как будем возвращать? Проблема не моя, а следующего докладчика через 4 года. Спасибо. Я абсолютно независимый человек. Продолжение следует.